При решении накопившихся до долгих годов проблем, не нашедших до сих пор своего решения, особое значение имеет работа руководителей секторов и представителей ответственных органов по обходу домов и населения, проведению общественных приемов в сотрудничестве с Народной приемной президентом Республики Узбекистан. Подобные реформы нашли свое отражение и в одноименном районе Сардаринской области, где 160 из 215 обращений нашли свое положительное решение. Трудно решить даже незначительный вопрос, глубоко не вникнув в его суть. Только тщательно изучив реальное положение, взвесив все возможности, можно изменить ситуацию в лучшую сторону. Именно такой подход на основе новой стратегии и механизма и определяет деятельность Народных приемных президентов. Посредством подворового обхода делается анализ и проводится системная работа. То есть, не дожидаясь даже обращений, на месте выявляются те или иные недостатки, с которыми сталкиваются граждане и принимаются безотлагательные меры по их устранению, созданию достойных условий. Продолжим тему на примере Сардаринской области. В январе-августе этого года в Народные приемные президента поступило около 8 тысяч обращений, 72% которых полностью решены. Они в основном связаны с жильем, обеспечением электроэнергии, газом, питьевой водой, теплом, ремонтом дорог, выплатой алиментов, пенсии и других пособий, выделением кредитов, материальной помощи, деятельностью медицинских учреждений, органов внутренних дел, судебными делами. На основе их подробного анализа отобраны 45 отдаленных территорий области, где эти вопросы стоят наиболее остро. В Сардаринском районе с начала года в 8 махалинских сходах граждан проведены 26 общественных приемов, во время которых от населения поступило 215 обращений. 160 из них получили свое положительное разрешение. На протяжении лет оставались без внимания внутренние дороги, ведущие в махалинский сход граждан Бешбулок. Зимой в грязи, а летом утопающие в пыли, они доставляли немало хлопот сельчанам. И вот после их обращения в народную приемную президента при содействии ответственных лиц 4 сектора покрыли асфальтом 2 километра дорог, укрепили берега Арыка. Во многих обращениях поднимается проблема, связанная с охватом детей дошкольным образованием. Состояние 23 детского садика по улице Гудастама Халибешбулок оставляло желать лучшего. Потому на свободной территории 13-й общеобразовательной школы возвели новое со всеми современными условиями дошкольное образовательное учреждение на 120 мест, которое в ближайшие дни сдадут в эксплуатацию. В нашей махале проживают более 3000 человек. Большую часть населения составляют представители подрастающего молодого поколения. Старому садику уже почти 40 лет. Об условиях и говорить не приходилось. Все было в запущенном виде. Рассмотрев наше обращение в рамках государственной программы, весной этого года приступили к строительству нового здания садика. Строители намерены сдать объект в эксплуатацию раньше срока, в октябре месяце. Плохое состояние коллектора на территории махале Хикматле создавало серьезные трудности в пользовании приусадебными участками 77 домов населения. Высокий уровень грунтовых вод отрицательно сказывался на выращивании сельхозкультур. После обращения жителей села совместно с ответственными лицами первого сектора района организована работа по очистке ирригационной сети протяженностью 2,5 километра. Таким образом, ситуация изменилась в лучшую сторону. Существовала проблема с поливной водой и на улице Шуадлик. Ее решили, установив новый насос у пролегающего рядом канала. Также, пробурив скважину, построили артезианские колодец и протянули 9-километровую сеть питьевой воды. В настоящее время также продолжается реконструкция двух водонапорных башен. Представители народной приемной заходят в дома, проводят разъяснительную работу, дают свои рекомендации относительно эффективного использования приусадебных участков. Результаты, как видите, неплохие. Можно, оказывается, получать добрые урожаи в пустынных условиях. Отбросив лень, нужно просто работать. Отсюда и достаток в доме. В некоторых местах площади раньше пустовали. И там сейчас оживление. Все начали обрабатывать свои участки. Кто-то, получив кредит, выращивает томаты. Я тоже воспользовался кредитными средствами и организовал лимонарий. Словом, работа в этом направлении строится так, чтобы люди чувствовали и видели перемены в своей жизни, открывая новые возможности в расширяющемся в своих масштабах процессе обновления, создании достойных условий на местах.